МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. 78 опасных гирлянд, которые могут привести к пожару, обнаружили сотрудники инспекции госстандарта. Вакцинация от гриппа будет проходить весь декабрь. 87 тысяч жителей Гродно и района уже привились. Танго от педиатра, песня от неонатолога, стихи от хирурга и общее знание специалистов. Конкурс профессионального мастерства для молодых медиков впервые проходит в нашем областном центре. Более 70 участников со всей области. Впервые в городе проходят обучающие курсы от редакторов, ведущих СМИ области. 33-метровая безопасная елка. Гродненские спасатели вместе с ребятами из спецшкол, интернатов и детских домов зажгли каланчу. Раз, два, три. Волшебный сундучок отворим. Премьера новогоднего спектакля состоится на сцене Драматического театра 16 декабря. В преддверии новогодних праздников многие задумываются о покупке различных видов иллюминаций для украшения домов и квартир. Однако к приобретению гирлянд не стоит относиться легкомысленно. Так, только за прошлую неделю инспекции госстандарта было выявлено 39 наименований небезопасных новогодних огоньков, использование которых могло привести к пожару. Опасные гирлянды, от которых может загореться елка в прямом смысле слова на полках магазина, в случае не единичные. Мониторинг Гродинской областной инспекции госстандарта показал, что к реализации данного товара многие продавцы относятся халатно. За период сентября по декабрь текущего года в Гродинской областной инспекции госстандарта в торговой сети выявлено 78 наименований гирлянд различных торговых марок, несоответствующих требованиям технических регламентов Автоможенного союза, Евразийского экономического союза. Продавцы не могли представить сертификаты соответствия на гирлянды. Продукция не имела маркировку, инфляционные документы либо отсутствовали, либо не содержали параметры и характеристики гирлянды, влияющие на безопасность. Правила и условия безопасной инфлятации. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности гирлянды. Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном гирлянды составляла менее полутора метров, что недопустимо. В результате проверки несоответствующая продукция была запрещена к реализации ввозу и обращению на территорию Республики Беларусь. Специалисты инспекции госстандарта рекомендуют покупателям при выборе новогодней гирлянды обращать внимание на маркировку. Она должна содержать единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС. Кроме того, на упаковке либо на вкладыше должна быть информация по эксплуатации. Так, например, новогодние огоньки, предназначенные исключительно для эксплуатации внутри зданий, нельзя развешивать на улице. Так как у них более слабая влагозащита и тонкая изоляция, которые не способны выдержать зимние погодные условия и могут привести к возникновению короткого замыкания и пожара. Гирлянды с тонкими проводами тоже представляют опасность. Они быстрее перегреваются и подвержены повреждениям. Перед покупкой стоит ознакомиться с информацией о продукции, включенной в реестр «Опасный». Ее можно найти в свободном доступе на сайте госстандарта или в официальном телеграм-канале безопасность и качество. Вакцинация от гриппа будет проходить весь декабрь. 87 тысяч жителей Гродно и района уже привились. Это больше 22% от общей численности населения. С иммунизацией медики советуют не тянуть. Перепады температуры и высокая влажность могут стать решающими факторами при заболевании. Иммунитет ослабляется и становится более восприимчивым к вирусам, а значит, его нужно обезопасить. Современные вакцины знакомят организм с несколькими штаммами вируса, что позволяет при встрече с гриппом либо не заболеть вовсе, либо перенести болезнь в легкой форме. Иммунитет после прививки формируется в течение 3-4 недели, сохраняется напряженным около 6 месяцев. По данным многолетних наблюдений, подъем заболеваемости гриппа в нашем регионе наблюдается в феврале, поэтому октябрь, ноябрь, декабрь – это наиболее оптимальное время для иммунизации. Времени достаточно для того, чтобы организм подготовился к встрече с вирусом. Вакцинация от гриппа сейчас максимально доступна. Она проводится в школах, в поликлиниках, в детских и дошкольных учреждениях, ну и, конечно, выездными бригадами на предприятиях. Привиться предлагают в первую очередь уязвимым группам населения – пожилым людям, беременным женщинам, работникам сферы здравоохранения, образования или услуг, и, конечно, детям. У них иммунная система до конца не сформирована, поэтому многие заболевания, в том числе и грипп, могут стать опасными, тем более, что дети дошкольного и школьного возраста – самая мобильная группа населения, которые имеют большой круг контактов, а значит, риск заражения значительно увеличивается. Впервые в Гродно проходят обучающие курсы «Инновационные инструменты работы в СМИ» от ведущих редакторов области. Принять участие предложили председателям первичных профсоюзных организаций региона. Желающих оказалось более 70 человек. В программе мероприятия организован круглый стол редакторов ведущих СМИ области, мастер-класс по созданию трендовых видео, практика по композиционным особенностям фотографии, лайфхаки по ведению социальных сетей и многое другое. Участники узнали не только много полезной информации о работе на сайтах, социальных сетях и СМИ, но и ознакомились с новыми веяниями и технологиями в сфере медиа. Следующий год объявлен годом качества, поэтому нейронные сети, качество нашей журналистской работы, профсоюзной работы, нашего присутствия как государственных средств массовой информации в интернет-ресурсах, они помогут нам поднять нашу работу на принципиально новый уровень. Поэтому это неотъемлемый помощник, перспективный помощник. Мы знаем инструментарий этот, весь как по тексту, так и по аудиовизуалу, и мы, конечно, его применяем и будем дальше совершенствовать свою деятельность с помощью них. Сегодня социальные сети являются мощным подспорьем для развития и укрепления имиджа организации. Профсоюзы Гродничины активно используют медиа в качестве инструмента. Так, недавно в одной из социальных сетей был запущен челлендж «Веншуем усей краиной», где любой желающий вместе с профсоюзным движением может поздравить белорусов с Новым годом. Это первый проект такого формата и масштаба. Руководствуюсь принципом. Если мы что-то сделали, мы рассказали. Если мы этого не рассказали, мы ничего не сделали, потому что нас никто не знает и никто не слышит. Правда? Как можно рассказать в современном мире? Естественно, только через социальные сети. Мы должны себя позиционировать. Все наши дела, поступки, мы все рассказываем. Конкурс профессионального мастерства для молодых специалистов впервые проходит в Гродно. За первые места борются 17 медиков со всей области. Это хирурги, педиатры, врачи общей практики и медсестры. Им нужно не только показать себя с лучшей стороны в деле, но и проявить творческие способности. Елена Бережная расскажет, как прошел первый день для участников. Первый вкол сделан где-то на 0,8 метра от края раны. Уверенные движения и максимальная концентрация. В этом деле Артем Аганесян чувствует себя в своей тарелке. Врач-хирург второго года оказывает экстренную помощь пациентам ежедневно, а сейчас демонстрирует профмастерство, используя симуляторы. С первого класса Артем твердил, что обязательно станет хирургом. Чтобы добиться цели, усердно учился и работал над собой. Теперь готов доказать, все было не зря. Этот конкурс дает возможность задуматься о том, почему мы выбрали эту профессию, почему мы стали врачами. Это экстренная хирургия. Нужно в кратчайшие сроки назначить необходимые исследования и принять решение о дальнейшей тактике введения пациента. В нашем случае зачастую это хирургическое вмешательство. В первый день конкурса соревнуются хирурги, врачи общей практики и педиатры. Одна из них – Виктория Захарченко. Работать с детьми она тоже решила, когда еще сама была ребенком. Сегодня участковый врач ведет патронаж новорожденных и следит за состоянием самых честных пациентов на своем участке. Меня привела в эту профессию любовь к детям, к их искренности, их улыбкам, доброте. И вот я решила стать врачом-педиатром. Ну, только вот благодаря этому хочу помогать им. Я работаю в амбулатории на Грандичах. Мне очень нравится коллектив, очень дружный, сплоченный. А вот для следующего испытания молодые врачи кардинально сменили образ. Вместо белых халатов, нарядные платья и костюмы. Например, Виктория Захарченко, которая так ловко управлялась симуляторами несколько часов назад, уже кружится в танце со своим мужем. Талантливый человек талантлив во всем, уверены организаторы. Именно поэтому они решили дать возможность начинающим врачам раскрыться. Каждый год в Гродненской области в медицину на первые места работы приходят около 700 молодых специалистов со всего региона. Наниматели и профсоюз делают все, чтобы старт карьеры начинающих медиков был успешным. Конкурс мы проводим впервые. Надеюсь, что на перспективу это станет традиционных. Специальностей в самом здравоохранении очень много. На первый этап мы отобрали хирурга, педиатра, врача общей практики и медсестру. Больше всего распределяется именно на эти специальности врачей. Организаторами конкурса профмастерства выступили Главное управление здравоохранения региона и областная организация отраслевого профсоюза. В каждой номинации они определят победителя и призеров. Лучшие молодые хирурги, педиатры, врачи общей практики и медицинские сестры получат дипломы и денежное вознаграждение. Елена Бережная, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. 33-метровая елка Каланча засияла тысячами разноцветных огней в центре города. Гродненские спасатели дали старт благотворительной акции «Безопасная елка». Это я! Это все мои друзья! В гостях у МЧС побывали 60 ребят из спецшкол-интернатов и детских домов. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои помогли ребятам прочувствовать праздничную атмосферу и очутиться в настоящей сказке. Гостей ждали игры, танцы и сладкие подарки, а также особая познавательная программа по основам безопасности жизнедеятельности. Зажгли нашу Каланчу в виде елки стилизованной, подарили детям сладкие подарки и таким образом начался такой марафон добрых дел, новогодний марафон поздравления детей. Они, конечно, будут принимать подарки от своих родных, близких, других небезучастных людей в этом деле, ну и будут, конечно, получать приятные, теплые эмоции. А данное мероприятие действительно интересное, душевное, но по реакции детей всегда видно, что они получили удовольствие от общения. При этом мы ставили перед собой цель обучить правилам пожарной безопасности в какой-то игровой форме, напомнить о том, что делать, чтобы не попасть в беду. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощницами, Снежинками, дети повторили правила безопасности и украсили елки самодельными игрушками. А огоньки на пожарной башне ребятам помог зажечь пожарный трубач Дед Мороз. Кажется, уже который раз, но в то же время очень интересно, каждый год что-то новое, очень понравилось, очень классно, необычно, супер, все видно, что старались, что-то придумывать, чтобы было интересно, очень-очень понравилось. Мне понравилось с праздником Дед Мороз, Снегурочка, подарки, всем спасибо! Новогодняя сказка оживет на сцене драм-театра. Премьера праздничного представления для детей «Волшебный сундучок» состоится в Гродно 16 декабря. Необыкновенная новогодняя история развернется перед гостями. Дед Мороз и Снегурочка перепосли для ребят много сюрпризов. Будут подарки, песни, танцы и, конечно, стишки у елки. В этом году на огонек заглянут доктор Айболит, Винни-Поу, Буратино и много других полюбившихся героев. Это простая сказка о добре и зле, о дружбе и взаимопомощи, которая будет близка каждому взрослому и малышу. Дружба – это очень великая вещь, которая в наше время очень быстро рассыпается. Дети должны дружить. Это основной момент социализации ребенка. Основной момент, если мы выпускаем момент дружбы между детьми, они становятся просто замкнутыми. Поэтому о дружбе здесь в основном речь и идет. Спектакль «Волшебный сундучок» – это удивительная и поучительная история, которая произошла в канун Нового года со сказочными героями. Они живут в волшебном городе. На первый взгляд здесь все как обычно. Взрослые ходят на работу, а дети в школу. Только в волшебную. Все готовятся к празднику. Старое и новое поколение сказочных героев соберется на одной сцене. С ними зрители переживут захватывающие приключения и встретят Новый год. Каждый год мы ждем у нашей елочки и взрослых, и деток. Ой, море сказочных героев, и сюрпризик будет, и деткам понравится. И все традиции у нас есть. И елочку зажигаем, и хороводы водим, и веселые танцы. Ух, такие я до упаду. Вот, приходи и взрослые, и маленькие. Спектакль для маленького зрителя, но родители малышей тоже смогут вернуться в детство. Пушистая красавица в центре зала, яркие наряды, хороводы и добрый Дедушка Мороз. С тех пор мало что изменилось, антураж остался прежним. Так, по хорошей традиции, драматический театр создает для маленьких зрителей новогоднее чудо, что останется с ними на долгие годы. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова